ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Республике Коми, куда, так сказать, съездил целый автобус представителей... Не только нашей области. Да, но в том числе кировской туриндустрии, кировских общественников, кировских смышленников. Они посмотрели, как развивается именно сельский туризм в Республике Коми. Сколько денег вкладывает Республика в развитие этой отрасли. По-хорошему позавидовали нашим северным соседям. И высказали надежду, что и у нас что-то в этом отношении будет делать. Мы, как выяснили в ходе нашего разговора, что сельский туризм у нас вообще-то есть. Он вообще-то есть, но как бы нуждается в некотором толчке, в некоторой поддержке. И шансов на то, что он разовьется у нас не хуже, чем у соседей, довольно-таки много. Вообще интересная была проблема. Может быть, сразу зададим вопрос руководителю Федерации профсоюзов Кировской области Роману Бересневу. Может быть, профсоюзы тоже могут как-то поучаствовать в развитии этой темы? Здравствуйте, Роман Александрович. Добрый день. Я думаю, что там сказать не как руководитель профсоюзных организаций, но я сразу свой Стабинск вспомнил. Поэтому, в общем и целом, я считаю, что сельский туризм у нас есть. И паломнические поездки продолжаются в Стабинск в регулярном режиме и в зимний, и в летний период времени. Так что сельский туризм присутствует на территории Кировской области. Мы как раз говорили, у нас была хозяйка усадьбы Ашедги, которая, так сказать, не имея больших государственных влияний, тем не менее, достигает того, что к ней приезжают людей. Практически столько же, сколько в довольно-таки дорогую деревню, этнографическую деревню Уб, где они были. В республике Коми. В республике Коми, да. То есть шаг очень перспективы хорошие, просто нужно этого немножко чуть-чуть подтолкнуть, чуть-чуть помочь. 211-101, номер нашего прямого эфира, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, предложения, пожалуйста, мы открыты. Несколько тем у нас сегодня для разговора, ну и, конечно же, мы в первую очередь хотим обсудить новость, ну и событие, конечно, которое еще было в середине ноября. 16 ноября в нашем городе состоялось подписание трехстороннего соглашения о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума для работников в небюджетной сфере. Хором сказали. Да. Собственно, Роман Александрович, это одна из сторон. Мне кажется, одна из движущих сторон. Одна из движущих сторон. Давайте объясним, разъясним и побеседуем как раз таки, что это все значит. Мы были инициатором данного решения. Такая практика сегодня складывается повсеместно по территории Российской Федерации. Ну вот, в частности, в прошлом эфире мы с вами рассуждали на тему конференции, и вот как раз ульяновские коллеги выступали. У них такое тоже решение есть. У них установлено 12 тысяч рублей. Это со следующего года или уже? С 1 января 2018 года тоже они такое решение приняли. Решения такие приняты в Татарстане, такие решения приняты в регионах гораздо меньших там по численности, то есть в Республике Мриэл такое соглашение действует. То есть это нормальная, естественная практика работы региональных властей совместно с профсоюзами, с работодателями по решению задачи, которые в большей степени, конечно, направлены на то, чтобы работники получали больший уровень заработной платы. Поэтому эта практика у нас, к сожалению, не складывалась до текущего года. И, конечно, там благодарен правительству области и объединению работодателей, что они нас поддержали в этом начинании. И через решение трехсторонней комиссии мы такой вот документ подготовили и 16 ноября подписали. Документ будет действовать с 1 января 2018 года. Речь идет о том, что средний размер заработной платы для работников вне бюджетных отраслей с 1 января должен равняться 10 159 рублям. То есть не менее. Не менее. Почему именно? Это средний по организации или вообще средний зарплата каждого? Нет, это минимальная зарплата. Это зарплата каждого работника, который работает на полную ставку, на полный рабочий день, полный месяц. Вот у него должно получаться не меньше вот этой суммы средств. Почему именно такая сумма? Не круглая? Здесь брался, вот вы сами сказали, величина прожиточного минимума. Это такая есть методика расчетная. Его считают в Кировской области по второму кварталу. Вот последняя цифра у нас была. По второму кварталу была вот эта цифра утверждена для трудоспособного населения. 10 159 рублей. Но еще раз говорю, это расчетный путь. Профсоюзы не сильно с этой методикой согласны, потому что считаем, что это, конечно, очень минимальный прожиточный минимум. Но тем не менее, хотя бы там дополнительные какие-то средства в этой ситуации на увеличение играют. Ну и я бы хотел сказать, что все-таки, вот сейчас я просто смотрел интернет, сегодня Государственная Дума во втором чтении должна принимать федеральный минимальный размер оплаты труда в размере 9 489 рублей. И по заверениям коллег-депутатов, в частности, нашего первого заместителя руководителя ФНП, ну и известного депутата Госдумы Андрея Исаева, значит, что в пятницу, возможно, уже будет и третье окончательное чтение Государственной Думы, где вот этот мрот будет утвержден. Ну и с инициативой вышел президент, мы ожидаем, конечно, что Государственная Дума решение это принято. Поэтому давайте начнем с этой цифры все-таки базовой исходить, что с 1 января для всех категорий и бюджетников, и вне бюджетных отраслей минимальный размер оплаты труда будет по территории Российской Федерации 9 489 рублей. А наше соглашение, оно как раз чуть-чуть увеличивает для вне бюджетных отраслей. Для тех категорий бюджетников бюджетники будут считаться исходя из мрота. А для вне бюджетных категорий вот эту сумму. То есть мы говорим о 600 с небольшим количеством рублей, то есть цифра эта будет чуть больше, нежели, как бы там сказать, мрот по Российской Федерации. Тут еще, погоди, вопрос хочу задать, Роман Александрович. Дело в том, что величина произведенного минимума на каждый квартал пересчитывается. То есть будет ли вот это учитываться в течение года? Или вот эта цифра установлена, она и есть? — Соглашение устанавливает принятие решения на год. То есть с 1 января 18 по 31 декабря, соответственно, 18 года. — И там конкретно прописана вот эта цифра? — Да, да. — Не просто величина произведенного минимума, а именно вот эта цифра? — Именно эта цифра прописана. То есть четко и понятно, то есть она привязана уже к конкретной цифре, и в течение года оно меняться не будет. Ну, если, конечно, какие-то там решения дополнительных там не будет приниматься. — Во всяком случае... — В смысле, вот это, проживающий минимум, каждый квартал переосчитывается по новой, рассматривается и утверждается. — Ну, мы должны были к какой-то цифре привязаться, вот исходили из привязки к именно конкретной цифре, поэтому вот эта цифра и была взята за основу. — Как это должно отразиться непосредственно на работников в небюджетной сфере? — Должен вырасти уровень оплаты труда. — Вырасти, должен. — Для тех категорий, которые сегодня получают на уровне минимального размера оплаты труда. Либо у нас есть еще до сих пор ряд работодателей, которые умудряются платить заработную оплату ниже минимального размера оплаты труда. Мы все-таки считаем, что там и деятельности правительства области, органов местного самоуправления и контрольно-надзорных структур, в частности налоговой службы, должна как раз способствовать тому, чтобы работодатели выводили вот эти вещи из теневого сектора и все-таки платили легальную заработную плату на этом уровне. — То есть, по идее, те, кто сейчас получает 7-800, те уже в феврале должны будут получить 10-159. — По итогам работы за январь. Ну там январь у нас месяц всегда своеобразный, потому что количество рабочих дней несколько меньше, чем в обычном месяце. — В следующем году до 8-го или 9-го основания? — Ну, как всегда, довольно большие каникулы. — Да, каникулы там предполагаются большие, поэтому, тем не менее, январь, может быть, там будет чуть меньше, исходя из количества отработанных дней, если там получается полный рабочий месяц, но количество рабочих дней чуть меньше. Но в общем и целом на эту цифру должны работодатели выходить. — Так, сейчас у нас небольшая пауза. На студии Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. Мы продолжим через полминуты. — Продолжаем нашу беседу. Ну, в общем, пока хорошие новости, да? Принес нам Роман Александрович о том, что мрот должен вырасти. — Я не уверен, что все работодатели прямо-таки радуются этой новости. — А сейчас обсудим, конечно, это дело. — По крайней мере, те, кто работает по найму, должны радоваться совершенно точно. — Давайте опрос перед этим размещим. — Да, у нас есть опрос, размещенный на нашем сайте и на странице ВКонтакте. Опрос очень простой. Люди, получающие неофициальную или, как еще называют, серую зарплату, есть ли они среди моих знакомых. И четыре варианта ответа. Есть немного, есть довольно много, почти нет. Ну, или просто не знаем, мы это не обсуждаем. Такое тоже возможно. — Так, ВКонтакте. Следующим образом голоса распределяются. 50% лидирующих вариантов ответа есть и довольно много. Согласны с этой оценкой? — Да, конечно, согласна. — Я тоже отметил бы, наверное, этот пункт, потому что, да, на самом деле довольно много знакомых работают по такому принципу. — Ну, так это мы, мы же ущемляем работников, это раз. Во-вторых, мы, собственно говоря, понимая, там, недоплачивая налоговые отчисления, мы фактически ущемляем самих себя. Мы потом это получаем в результате недоубранной улицы, нерешенные вопросы там в сфере здравоохранения, образования и так далее. То есть эти же средства, это бюджетные средства, по большому счету. НДФЛ — это один из основных источников поступления средств в бюджет. И в результате работодатели, недоплачивая уровень заработной платы, они лишают работников не только уровня заработной платы официального, с которого потом будут все там и пенсионные вещи высчитываться, и все остальное, но и там лишают и себя каких-то определенных благ. И в результате там требовать каких-то вещей от власти в этой ситуации там, ну, очень крайне сложно получается. Есть такие примеры на территориях, и вот Игорь Владимирович в разговорах приводил их там, да, когда предприниматели там требуют от власти сделай, а когда начинаешь с ним общаться, оказывается, что там он на уровне там минималки платит своим работникам, в принципе, так сказать, никаких дополнительных налоговых числений не несет на себе, хотя у него там торговый бизнес. Поэтому это серьезнейшая проблема, и все равно мы ставили и будем ставить этот вопрос о том, что в конвертах зарплат быть не должно, мы должны двигаться в цивилизованное общество, и там обязанность платить налоги, это все-таки конституционная обязанность. Вчера был день Конституции, конституционная обязанность каждого гражданина Российской Федерации, поэтому здесь я считаю, что мы действуем в абсолютно правильном направлении. Мы вчера с Николаем зачитывали эту конституцию в прямом эфире, да, напоминали, главу вторую права и свободы граждан. Ну, а я бы, наверное, сказал о том, как, в общем-то, порядок деятельности, то есть есть сегодня, вот задают много предпринимателей, вопросы по порядку, как вот нам присоединяться или что нам нужно делать там, есть вопрос о том, отчитываться, не отчитываться, ничего отчитываться не нужно. Значит, это соглашение установлено для всех категорий работодателей, вне зависимости там от сферы бизнеса, для внебюджетных, еще раз говорю, отраслей. 16 ноября мы подписали соглашение. 30 ноября на сайте правительства Кировской области появилась соответствующая информация. Уполномоченным органом по решению трудовых сегодня отношений в Кировской области, с учетом очередной изменений в системе и в структуре, является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В течение декабря месяца, в течение месяца, вот там с 30 ноября, значит, по 30 декабря, предприниматели, работодатели, которые не желают присоединиться к этому соглашению, должны дать свое мотивированное мнение в этот орган исполнительной власти Кировской области. Поэтому вот здесь, уважаемые там предприниматели, работодатели, кто меня сейчас слышит, если у вас есть объективные обстоятельства, почему вы не можете сегодня поднять уровень заработной платы до этих цифр, дайте свое мотивированное мнение в этот орган власти, еще раз говорю, до 30 декабря 2017 года. Это письмо должно быть, соответственно. Да, это должно быть письмо, где должен быть мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению. Ну, почитайте, там трудовой кодекс, есть такая 133, со значком 1, статья трудового кодекса, где, в общем, это все предусмотрено. И к указанному отказу обязательно должен быть приложен протокол консультации работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации и предложение по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера установленного соглашения. То есть, когда вы присоединитесь к этому соглашению, то есть, все равно это движение должно быть неуклонным и однозначным, поэтому здесь выразите свою позицию. Ну, там, мы все знаем, какой год был для работников сельского хозяйства. Год был, мягко говоря, неурожайный. Ясно, что предприятия малых форм, конечно, у них сегодня непростое финансовое состояние. Как раз мы вот это для объединения работодателей агропромышленного комплекса разъяснение уже давали, что там, пожалуйста, вот у вас есть полная сегодня возможность использовать эту ситуацию. То есть, неурожайный год, это, конечно, будет являться обстоятельством, объективной причиной для того, чтобы там каким-либо вот малым формам не присоединиться к соглашению. Хотя, еще раз, там, со многими работодателями и сельского хозяйства я общался. Уже во многих предприятиях никакого такого уровня оплаты труда нет. То есть, все уже там находятся гораздо в более высоких, так сказать, этих уже плоскостях. Поэтому порядок такой, поэтому если вы считаете, что там и готовы присоединиться, делать ничего не нужно, а вот если у вас есть там какое-то мотивированное мнение, почему вы не хотите присоединяться, пожалуйста, обращайтесь в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Роман Александрович, вопрос такой, если я вот, условно говоря, предприниматель, да, и я не могу повысить эту заработную плату, но я по каким-то причинам не сообщил Министерству об этом, что дальше? Ну, вам уже санкции, возможно, за то, что там вы не соблюдаете, как бы, данное соглашение. Это нормативный акт, который действует на всей территории Кировской области. Об этом мы и предупреждаем, это везде опубликовано на сегодня, и поэтому не исполнение закона, а это нормативный акт, то есть, по сути дела, имеющий определенную силу нормы применения для всех категорий, оно, естественно, влечет определенную ответственность. Нет, а ответственность, она чем конкретно предусматривается? В этом соглашении что-то прописано? В соглашении не предусматриваться, но есть нормы, которые предусматривают ответственность в соответствии с Административным кодексом Российской Федерации. — А, вот как. То есть наказание рублем, возможно, в этом случае. Вам известно, на сегодняшний момент поступают письма министерства? — Здесь я не готов комментировать. Я думаю, что там, наверное, представитель министерства было бы, так сказать, правильно пригласить. По-моему, если и будут они поступать, это будет, скорее всего, как раз последняя неделя года. Все, так сказать, подумают, задумаются на эту тематику, что делать. Сейчас информационная активная работа ведется в районах Кировской области. Вот буквально на пороге вашего офиса я встретился с главой одного из районов, и мы как раз обсуждали, я ему разъяснял порядок присоединения, либо не присоединения к данному соглашению. То есть они интересуются живо, к нам много идет обращений, но пока какого-то такого вала информации в этом отношении нет. Но я вот знаю, что Почта России начала консультации, у них уровень оплаты труда для почты триллионов не сильно высок, они уже начали консультации с областной нашей организацией, профсоюз-заработников связи, как раз вот по тому, как они будут исполнять данную соглашение. — А, кстати, зарплату. — Там еще момент такой вот есть, что надо мотивированный отказ писать и согласованный с первичной профсоюзной организацией, а если нет? — Ну, если нет, то здесь не предусматривает какое-то там иное мнение, но было бы неплохо хотя бы с коллективом эту тему обсудить, то есть хотя бы там какой-то протокол встречи там с коллективом. Ребят, мы вам не можем повысить, потому что вот такие объективно сказали, что коллектив говорит, ну ладно, давайте там пока мы повышать не будем, но документом это будет рассмотрен как минимум в министерстве и учтен во внимание, принятого внимания. — Работники, видимо, подписи какие-то должны свои поставить? — Ну, конечно, конечно. — По поводу Почты России, мне известно, сколько насилие получают. 3,5, по-моему, тысячи рублей. — Ну, низкие уровни оплат труда. 3,5 — это, наверное, там все-таки не уровень заработной платы. Это если и уровень заработной платы, то не на полную ставку, потому что... — Ну, не на полную ставку. — Да, вот эти работодатели, они, как правило, все-таки традиционно соблюдают законодательство, но у них уровень оплаты действительно всегда был приближен к минимальному размеру оплаты труда. Сейчас повышение федерального оплаты, плюс еще соглашения, конечно, создают для них определенные сложности, но тем не менее, давайте скажем, проанализируем ситуацию. Примем решение, допустим, что данный работодатель с 1 июля 2018 года присоединится в полном объеме к соглашению. Возражать никто это не будет. То есть сегодня объективные обстоятельства, нужно проанализировать, год завершить, получить какие-то финансовые результаты и потом уже принять необходимые решения. — Дальнейшие шаги, дальнейшие действия федерации у вас в соблюдении этого трехстороннего соглашения? — Мы, естественно, будем контролировать, мы, естественно, будем мониторить вместе с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и давать какие-то предложения по его реализации. Будем смотреть опыт своих коллег, потому что, еще раз говорю, Кировская область впервые такое соглашение подписывает, а у коллег уже многолетний опыт работы. Будем это анализировать и будем, в общем и целом, какие-то рекомендации давать. Но мы, опять же, понимаем, что у нас не только род с 1 января вырастает, но есть и уже практически принято решение, что с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда по Российской Федерации уже будет свыше 11 тысяч рублей. И поэтому этот шаг, все равно работодатели, они его должны сейчас сделать, потому что там уже федеральный мрот будет действовать. — То есть потом просто проще будет, если мы сейчас начнем, да будет проще уже. — Потом будет, конечно, проще, проще будет. То есть это как раз и год адаптации, то есть там нечто среднее между федеральным мротом и той цифрой, которая завтра будет уже являться федеральным минимальным размером оплаты труда. — Мы еще хотели упомянуть про Конституционный суд как раз-таки, да? — Да. — В плане тоже минимального размера оплаты труда. — Ну, много разной практики сегодня судебной есть по минимальному размеру оплаты труда. Так вот, у нас во многих территориях начали в мрот включать и надбавки, которые, ну, так называемые северные, все вот эти коэффициенты. Так вот, Конституционный суд постановил, что компенсационные и стимулирующие выплаты в минимальный размер оплаты труда не должны включаться. — То есть они должны быть сверху уже, да? — Они должны быть сверху. — То есть человек должен получать свой минимум, а сверху уже все эти оплаты, да? — Более того, если говорить о районных коэффициентах, вот именно как о северных, то они должны вообще начисляться к фактическому заработку. То есть оклад компенсационный, стимулирующий, если какие-то иные есть, и потом уже к этому там 15%, то есть вот наш коэффициент, у нас ряд территорий как раз этот коэффициент и получают, 15% должны устанавливаться. — Ну, тем не менее, сейчас еще трактование неоднозначное, судебная практика будет только складываться, исходя вот из решения Конституционного суда. И все-таки, чтобы там чистота минимального размера оплат труда была абсолютной, то есть сейчас готовится еще и законопроект, чтобы в Трудовом кодексе были внесены изменения, был определен чистый мрот и какие там компенсационно-стимулирующие выплаты, что они могут быть только свыше этих вещей. Вот это, чтобы право применения было однозначным и понятным для всех. Это тоже достижение профсоюзных организаций, это работа Федерации независимых профсоюзов России, как раз секретарь ФНПР, который был у нас на конференции здесь 15 ноября, до этого 14 ноября как раз был в Конституционном суде и нам уже в принципе эту информацию доводил о том, какое примерно решение будет. Сейчас мы это решение получили, сейчас мы его уже имеем и сейчас уже суды любых инстанций будут его использовать и применять непосредственно на практике, если будут соответствующие обращения от работников. А соответственно, когда будут приняты изменения от Трудовой кодекса, то уже как бы и суды не потребуются. Там, естественно, и суды не потребуются. Сейчас будут на основе судопроизводства какие-то эти вещи там устанавливаться, ну хотя я думаю, что это уже такой посыл для всех организаций надбавки в рот не включать. А это было массово, вот такие нарушения? Это были массовые вещи, там как раз это двоякое трактование нормы Трудового кодекса в сочетании с иными нормами давало такую возможность. Так, еще хочу свернуться к повышению минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года, наступит он очень уже скоро, но Роман Александрович, поступает уже сообщение о том, что работодатели урезают ставки своим сотрудникам? Ну давайте будем об этом самое, если урезание ставок будет происходить, а работа будет фактически осуществляться, обращайтесь к нам, обращайтесь в прокуратуру, будем проверять данных работодателей. Есть еще, соответственно, специализированный орган Государственной инспекции труда. Мы готовы здесь все непосредственно свои возможности, свое влияние как раз в помощь работникам предоставить. И мы понимаем, что эта ситуация, скорее всего, будет к этому сводиться. Но это опять-то игра работодателей. Это работодатель, который точно говорит о том, что я не плачу налоги, я не плачу заработную плату, я плачу их в конверте. Мы таких готовы выявлять и будем, даже вплоть до публичной информации, что вот такие у нас есть работодатели. Мы готовы к этому. Мы готовы сегодня выходить с тем, чтобы все-таки была понятна, еще раз говорю, цивилизованная картина в рамках рынка труда. Чтобы эти вещи, связанные с заработной платой, они были на основании законодательства, а не на основании понятия каких-то там работодателей. Когда будут первые итоги подводиться уже в рамках этого трехстороннего соглашения? То есть после новогодних праздников, наверное, уже будете собираться выяснять, сколько там обратилось? Я думаю, что да, поскольку 30 декабря последний день, естественно, будем учитывать уже сразу после окончания, будем эту ситуацию рассматривать и смотреть, какая ситуация. И тогда уже в СМИ появятся, соответственно. Да, 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 и готовы опять обсуждать. То есть я думаю, что мы некие там тоже мероприятия еще в январе проведем в отношении серых заработных плат. Сейчас готовится еще один проект, пока не буду раскрывать. Поэтому будем, ну там уже не о соглашении речь идет, а именно информационное там воздействие. Так, Роман Бериснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. У нас в студии подошло время традиционной рекламы. Мы продолжим очень скоро. Напоминаем, что на сайте Кирова.ру и на нашей, вернее, странице ВКонтакте есть голосование. Известны ли вам люди, которые получают серую зарплату? По-прежнему лидирует варианты ответа. Есть довольно много и на сайте, и на нашей странице ВКонтакте. Роман Бериснев у нас в гостях, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. Обсудим сейчас другую тему. Буквально накануне, на днях, Федерация высказала свою позицию и по поводу запроса перевозчиков на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Категорической нет, сказали профсоюзы. Мы говорим не совсем так. Не совсем такая позиция. Мы говорим о том, что все должно быть обосновано. И должно обязательно учитываться при принятии таких решений уровень жизни граждан. Вот что такое сегодня 22 рубля. Давайте посмотрим. И сравним с другими регионами. Так вот, у нас в Привозском федеральном округе выше уровень тарифов на общественный транспорт только в трех регионах. Это Нижний Новгород, это Казань и это Уфа. Все города миллионники. Мы идем четвертые сверху уже по тарифу, который сегодня есть и действует. Сравнивать средние зарплаты, наверное, вообще смешно будет. Абсолютно согласен с этой позицией. Поэтому, конечно, это сегодня вызывает большой шквал вопросов. Но мы прекрасно понимаем, что у перевозчиков тоже есть свои расходы, которые они должны нести. Поэтому мы в этой ситуации и призываем все структуры принять взвешенное, абсолютно правильное решение. Конечно, нам бы хотелось, чтобы и у перевозчиков рос уровень заработной платы для тех работников, которые работают в общественном транспорте, для водителей, для кондукторов. Чтобы здесь тоже ту позицию, которую мы только что с вами обсуждали по росту заработных плат, она тоже присутствовала. Но рост заработных плат, понятно, он должен как-то сказываться на тарифе. Поэтому мы говорим, что позиция должна быть взвешенной. Как мне представляется, что тариф должен... Вот там три источника решения данной задачи. Население раз, перевозчики на себя берут два. И третье это все-таки компенсации из бюджета, которые чаще всего сегодня используются в различных регионах Российской Федерации. Понимаем ситуацию с бюджетом крайне сложную. Но при принятии решений только позиции перевозчиков этой ситуации, как нам представляется, неправильно руководствоваться. Тем более, что у нас последнее повышение было в текущем году, 1 февраля 2017 года. Там есть срок, по-моему, не чаще, не чаще, не чаще раз в год, по-моему, могут пересматриваться. Ну, абсолютно. Они как раз и претендуют на следующий год. Но те цифры, которые предложены, это поднять цену на проезд в автобусах до 31-32 рублей, а в троллейбусах до 33 рублей, для нас представляется абсолютно неправильно. В природе 5 рублей из километра. Да, и это высказываем озабоченность. Это в полтора раза получается примерно, да, повышение в среднем? Ну, что любопытно, Роман Александрович, когда вы еще не были руководителем Федерации профсоюза, в прошлом году они просили 35 рублей. В этом году поумерили. Ну, там, видимо, принцип такой, проси больше. Да, да, принцип-то он такой есть. Ясно, что там сейчас будет рассматриваться экспертным советом региональной службы по тарифам, но экспертный совет и региональная служба по тарифам действуют в рамках методик, которые там, в общем-то, определяют себестоимость проезда конкретную. Ясно, что за этот промежуток времени подросли и цены на бензин и дизельное топливо, и, конечно, там уровень заработных плат должен тоже подрастать. Есть какой-то определенный коэффициент инфляции и все остальное. Можно там расчетным методом как угодно это все делать, но, тем не менее, мы считаем, что для Кировской области, для города Кирова эти сегодня тарифы являются неприемлемыми. Поэтому нам бы хотелось, чтобы, конечно, стоимость проезда в общественном транспорте пока не возрастала. То есть, как бы, вообще, наверное, считаете, не то, что там... Сейчас точно не тот момент, когда там поднимать цены на общественный транспорт. Однозначно. А есть, кстати, профсоюз работников общественного транспорта? Ну, есть профсоюз, который у нас объединяет работников, в принципе, транспорта и дорожного хозяйства. Да, такой профсоюз есть. Работа проводится. Ну, вот часть работников автотранспортных предприятий у нас входит в профсоюз жизнеобеспечения, например, в том числе. То есть, кто-то в этот, кто-то в этот. Так что профсоюзные организации в этом отношении есть. Ну, и там, все-таки, мы понимаем, что там, кроме частных перевозок, у нас все-таки на рынке действуют еще перевозчики с муниципальным участием. Там, в форме ОАО и каких-то иных. С государственным участием у нас. муниципальным. Киров пассажир автотранс с государственным участием. Киров пассажир автотранс, там государственное участие с этим абсолютно согласен. Поэтому здесь я бы тоже в этом отношении посмотрел и эту возможность органов государственной и муниципальной власти с точки зрения решения вот этих вопросов. Поскольку, еще раз говорю, что там объективная данность показывает, конечно, что тариф должен возрастать. Но, наверное, тарифы должны быть разные. Это экономически обоснованный тариф, это одна цифра. И тариф для населения, это должна быть все-таки другая цифра. А разница тарифов, ну, здесь уже решение надо принимать. Кем она должна компенсироваться, каким образом. Поэтому вот позиция наша такая, все-таки внимательно сегодня ситуацию изучить. И максимально мы бы обратились во все органы власти, все-таки принять решение, удовлетворяющее интересы граждан города Кирова, жителей города Кирова и Кировской области. А сейчас забавная ситуация. Смотри, профсоюзы предложили поднять как бы минимальный уровень платы труда до 10 159 рублей. Транспортные предприятия, узнав об этом, естественно, в тариф закладывают предстоящий на следующий год повышение заработной платы. Говорят, мы повысим тариф, а профсоюзы говорят, нет, а тарифы повышать не надо. Еще раз говорю, что там нет такой позиции, что точно там, да, я почему говорю, что все-таки есть экономический областной тариф и тариф для населения. Вот надо вот эти вещи там учитывать и изыскивать средства все-таки для компенсации перевозчикам экономического тарифа и тарифа для населения. Чтобы вот эти затраты там бюджетные, там бюджеты разных уровней могли брать на себя. Мы об этом сегодня говорим. Понимаем, еще раз говорю, что там эта сложность с бюджетом и там 18-го года будет очень серьезно и по областному бюджету, и по муниципальным бюджетам. Но, тем не менее, какое-то здесь взвешенное решение надо все равно принимать, чтобы учитывались все стороны. И сторона перевозчиков, и сторона потребителей, и бюджетная возможность. И еще такой вопрос, Мария Роман Александрович. Всякий раз, когда повышается цена проезда, речь идет о том, что это необходимо для того, чтобы повысить качество перевозок, обновление делать, вот я не знаю, я что-то не заметил с февральского повышения, чтобы что-то где-то изменилось. — Ну вот, если вы внимательно читали наше обращение, вот я его цитирую. «При этом ежегодное повышение цен на проезд в общественном транспорте, как правило, не влечет за собой существенного повышения качества обслуживания или замену устаревшего парка автобуса фитролива». — Мы об этом регулярно говорим, и на трехсторонних комиссиях мы этот вопрос поднимали. Мы этот вопрос по качеству транспортного обслуживания нынче обсудили и на областной трехсторонней комиссии, и на городской трехсторонней комиссии. То есть мы везде говорим о том, что там надо режим, чтобы был грамотный, понятный для населения движение автотранспорта, то, чтобы они один за другим не гонялись, как бы, так сказать, и не устраивали непонятные ситуации на дорогах. Мы говорим о том, что в вечернее время у нас есть районы, из которых крайне сложно добраться. Я бы сказал, крайне сложно, так помягче, да, невозможно добраться. — Смотришь на этот сайт СДСовский и видишь, что надо либо час стоять, либо уже такси вызывать. — Как в этой ситуации исходить? — Я считаю, что есть сегодня все возможности для того, чтобы использовать и GPS-навигацию, и соответствующее соглашение с перевозчиками для того, чтобы это было качество услуг. Ну и, конечно, там надо закладывать однозначно обновление парка автобусов и троллейбусов. — Новые автобусы у нас появляются в городе, но, конечно, не так активно. — Ну, очень заметно, скажем так, да. — Мягко говоря, на чем приходится ездить, просто иногда удивляешься, как оно вообще едет еще. — У нас остается буквально 2-3 минуты до конца нашей беседы с Романом Бересневым, руководителем Федерации профсоюзов Кировской области. Практически середина декабря. Давайте, Роман Александрович, подведем некие итоги работы. Вы в должности в этой середине апреля этого года. Вот какие-то основные моменты отметим. — Ну, я пока, честно говоря, еще не думал об основных моментах. — Ну, год завершается. — Хотя у нас как раз через неделю заседание Совета, где мы будем подводить итоги года. — Ну, я считаю, что сделан первый шаг для того, чтобы профсоюзное движение все-таки набирало больше веса сегодня на территории региона. И вот и то соглашение минимальной заработной плате, и вот международную конференцию, которую мы там провели, распоряжение правительства, которое вышло по взаимодействию власти и профсоюзов. И даже тот праздник, который, в общем-то, появился, День профсоюзов Кировской области, это все сделано для того, чтобы дать понять, что профсоюзы — это сила. И профсоюзы готовы быть сегодня этой силой и готовы развиваться. И мы вот на ближайшем совете как раз и будут обсуждать, как мы должны развиваться, в каком направлении, какие основные там точки нашего развития будут на 2018 год. Ну и будем надеяться, что профсоюзное движение будет только расширяться, будет увеличиваться количество организаций, где действуют профсоюзные организации. И мы, естественно, будем выполнять свое главное предназначение — это защищать права наших работников. Ну и каковы основные задачи, все-таки поделитесь, приоткроете, может быть, тайну. Ну, я еще раз говорю, что там основная задача, как была правозащита, так и остается. При этом, как вы видите, мы не смотрим только там темы, связанные с уровнем платы труда, мы берем и смежные темы. Если бы брать о тарифах, это все-таки не совсем как бы наша тема, но мы позицию высказали как массовая общественная организация, потому что идет огромное количество обращений после вот этого обращения перевозчиков. Просто там члены профсоюза все начали обращаться в федерацию с тем, чтобы там давайте какую-то позицию формулировать и определять. Поэтому в этом направлении мы будем уделять наибольшее внимание как раз в 2018 году в защите прав работников, членов наших профсоюзных организаций. Ну, в том числе условия труда, безопасность труда. Обязательно. Тоже больной вопрос. Обязательно. Безопасность труда, мы пока говорим о том, что все-таки мы где-то на уровне предыдущих лет находимся, но тем не менее надо этому вопросу больше как раз, может быть, информационного внимания уделять, потому что, ну, вот о безопасном труде, малой социальной рекламы практически ее вообще нет, там никакой, там нет каких-то вот четких понятных посылов для работодателей в отношении вот безопасного труда. Но мы уже договоримся о каких-то конкретных формах, если берем там курсы этих для предпринимателей начинающих, чтобы там им учили уже темам безопасного труда, учили как раз и взаимодействию с профсоюзным движением, профсоюзными организациями. У нас немногие знают, что для работодателей выгодно иметь профсоюзную организацию. У них налоговые даже льготы идут, исходя из того, что у них есть профсоюзная организация. Вот так, мы это не знали. И коллективный договор, который заключается в этой организации, то есть там вот эти выплаты, которые осуществляются, если бы просто там без наличия коллективного договора одна ситуация налогового, наличие коллективного, ну, правильно, грамотно составлено, совсем другая юридическая ситуация. И опять налоговые плюсы можно получить и в этом отношении. Так что профсоюз, он интересен не только для работников, но и для работодателей. А когда качественный моральный коллектив внутри коллектива, да, моральный климат в коллективе, да, я неправильно сказал, это безусловный плюс для любой организации. Куда хочется приходить на работу, там, с удовольствием, да, ну и, конечно, нам всегда хочется, чтобы с удовольствием возвращаться и домой. Корпоратив будет новогодний у федерации? Не принимали еще решение, мы только что завершили мероприятие, посвященное Дню Кировской области, где мы чествовали лучших по профессии. Вот рядом с вами находится театральная площадь, вы знаете, там, вот надо ее все-таки немножко реконструировать, нашу доску почета, да, где 60 лучших представителей располагаются. Вот они подведены, итоги конкурса, сейчас мы будем эту доску обновлять, или 60 лучших будут находиться на театральной площади. Вот только в пятницу мы это мероприятие завершили. В общем-то, я считаю, что прошло достаточно успешно. Поэтому будем сейчас думать уже о новогодних мероприятиях. Но для нас не корпоративы главное, для нас все-таки мы профсоюзы. Для нас важны новогодние елки для членов профсоюзных организаций. И 9 мероприятий мы в этом году готовим в драматическом театре, где со 2 по 6 января будут проходить профсоюзные елки. Так что мы продолжаем славные традиции профсоюзов, которые сложились еще в советское время. Спасибо, Роман Береснев, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области. На этом завершается первая часть дневного разворота. Далее у нас новости и новая тема уже после 12, но уже в записи. Продолжение следует...